Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня будет отличный, интересный, познавательный, отчасти грустный, но с другой стороны веселый выпуск. Думаю, по названию вы уже догадались, о чем пойдет речь. Знакомьтесь, наш клиент. Привет, чувак! Как зовут тебя? Женя. Женя, ну давай вкратце свою историю. Слушай, ну и первый тебе вопрос, наверное, самый распространенный. Это был все-таки суицид или нет? Нет. А как это было? Что это было? Ну, я вообще не помню. Тот день весь и еще около 7-8 дней до этого дня. Но я, мне кажется, единственный из моих знакомых, кто вообще ни разу не думал о суициде. И как бы я в это сам даже не верю. Да и зачем мне это? Слушай, ну то есть получается, грубо говоря, так. Как ты заходишь в подъезд, поднимаешься на 11 этаж и прыгаешь оттуда? Или как это произошло? То есть кто-то, может быть, что-то видел, может быть, кто-то что-то знает. Ну, по-любому там расследование, менты. И вообще, что ты делал на 11 этаже? Ну, вообще, я ехал к девушке, как мне говорили. Вот. И я не поднимался сам. Я сначала сидел, ждал у него по подъезду, как мне описано. Ну, рассказали, менты. Делали логи. Вот. Потом прошли девушки. Я попросил их подержать дверь, поднялся. Зашел с ними. То есть здесь следующий кадр, ты уже лежишь, получается, в больнице, ну или там на полу. То есть ты, ну, ты себя осознал в больнице. Но получается, по факту, как тебе рассказали, ты оказался на полу. Что спасло твою жизнь? Почему после падения 11 этажа ты живой? Ну, как говорят, то что вообще меня спасли покрышки, которыми цветы огораживают. В общем, дорогие друзья, сейчас, честно говоря, ничего не понятно. То есть есть только факт того, что он упал с 11 этажа, он остался живой, пролежав в больнице. Его реанимировали, оживили. Ну, и сейчас мы с вами, я думаю, попробуем все-таки докопаться до истины и хоть что-то понять. Так, что вот сюда вот делаем? Друзья, на самом деле, вот с этим, честно говоря, с переживанием, с неким нагнетением, то есть он рассказывает, я все это как на себе переживаю, я даже не рассказал, что мы будем бить. Бить мы будем достаточно стандартную надпись, но многозначенную фреорьем. А почему именно эта надпись? Ну, не знаю, она как-то лежит после этого падения. Сердце, блин. Слушай, ну, и вот давай, наверное, продолжим касаемо все-таки этой ситуации, касаемо падения. То есть, как ты сказал, уголовное дело открывали, но его закрыли. Почему? Не знаю. Ну, закрыли в связи с тем, что, типа, это все несчастные случаи падения. То есть, получается, при этом ты упал. То есть, друзья, чтобы вы понимали, то есть дом расположен так, что есть общий балкон уличный, получается, если с него упасть, ты упадешь на козырек, на вход в подъездную или в парадную, как в Питере любят говорить, и там бы был полный фарш. Вот. Но он упал, то есть, получается, как будто из окна своей девушки. На уровне. На уровне окна своей девушки, да. И при этом он был в тапочках. И, то есть, они сказали, типа, дело закрывается, все нормально. Но, честно, на мой взгляд, тут что-то есть какая-то темная ерунда, и кто-то что-то недоговаривает. Так, ну что, погнали? Сейчас вспоминаю ощущения. Слушай, ну а у тебя у самого вообще есть какие-то предположения? То есть, ну, я как бы понимаю, что, окей, ну, по мне так это вообще, да, это просто пипец как страшно, когда ты тупо не помнишь неделю того, что с тобой происходило. Вот. Но чисто вот логически, ты же все равно думаешь, ты как-то размышляешь, и какие у тебя мысли вообще по этому поводу? Точно не суетит максимум, что я много. А смелиться это все-таки порезить в это гребанное окно. То есть, все-таки в теории такой вариант может быть, что ты с балкона начал перелазить, типа, в окно к девушке, там, не знаю, удивить, постучать. Ну, очень-очень, я в это. Так, может быть, все-таки это тогда девушка, получается, помогла тебе? Я не думаю, что она могла так, да так же, как она могла этим помочь. Ну, как, ты курил в окно, например, она, хоп, так подтолкнулась. Так я был, когда упал, я тапочек выжил. Я не мог в квартире никак. У нас. Управо было. Честно, я, короче, я запутался, я вообще ничего не понимаю. Вот. Ну, что ты. Лучше я буду гиптатюров. Ты говоришь в июле, да? Июне. А, июне получилась эта вся движуха. Когда ты из больницы вышел? Ну, через месяц, 26 дней. 26 дней. Как? Что? Какие у тебя диагнозы были? Что у тебя было сломано? Это просто я... Сейчас я прям, вот, секунду, я просто для зрителя расскажу. Чуваки, может быть... Ну, кто меня давно очень смотрит, те знают, я попадал в аварию на мотоцикле, мне в бочину въехали, и я год не ходил. Я год ездил на инвалидной коляске, короче, жирел и так далее. Что у тебя было, что ты уже бодренький прибежал на четвертый этаж пешком? Ну, у меня взрывной перелом третьего позвонка, раздроблен копчик, порез разгибателей стоп, черепонозговая травма, легкая пробита. Чем? Ребро. А, то есть, ребро их тоже сломают? Я, не, ребро, в диагнозе написано то, что повреждены, повреждены, вот, и повреждены нервы спины и шеи. Ну, то есть, ты, в принципе, вообще этой херней отделался, то есть, ничем? Ну, сейчас конструкция стоит у меня на позвоночнике. Ага. У меня позвоночник сломался на четыре части. Ну, чё, так ровно даже. Ху-ху-ху. Вот он, вот, 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 слышите, да? От оператора. Ничего там, ровно, блин, блин. Интересно, с какой-нибудь лицебезболивающий? Слушай, ну, с твоей историей мы, как бы, поняли, понятно нам теперь всё, что ни хрена не понятно, вот, но, как бы, я задам теперь достаточно стандартный вопрос, который я задаю практически всем несовершеннолетним, которые к нам приходят. Как ты прибалтываешь предков, чтобы они разрешали тебе сделать татухи? Тем более, у тебя прям на шее очень видно. Я их не грамм не прибалтываю как-то. Я первую татуировку сделал на шее. Сразу, можно сказать, попросил ее мне. У тебя сколько лет было? 15. Мне дала мама сразу разрешение. Я поехал ее сделал. И через две недели уже не спрашивал его разрешение. Ну, а сейчас, то есть, знает кто-то, что ты здесь делаешь татуху? Отец. Ага. Ну, тоже неплохо. Ребят, ну, вот, проанализировав, грубо говоря, прокрутив в башке эту историю, ну, вот, мне, допустим, очень непонятно и нелогично, и как-то очень интересно, то есть, почему, в принципе, он сам не докапывается до истины? То есть, он не знает истины, он не помнит неделю до, ну, либо что-то просто не договаривает. Вот. Но при этом, вот, лично ты, я бы, вот, например, очнувшись в больнице, узнав, что я рухнул с 11 этажа, но я бы по-любому докопался, я бы там начал, я бы целое расследование провел. А вот лично ты, что бы ты начал делать, если бы ты, вот, очнулся, например, в больнице, лежа после того, как ты упал с какой-то большой высоты? Ну, слушай, ну, что я могу тебе сказать? В первую очередь, я хочу пожелать тебе все-таки не оставаться вечно молодым, а встретить свою старость в здравии, не летать больше, не падать ниоткуда. Ну, и как бы жить и развиваться. А вам, друзья, спасибо за просмотр, каждому из вас лично желаю просто жить на прямом позитиве, чтобы не было никаких дурацких моментов, чтобы вы тоже не падали, не ломались, потому что ломаться это плохо. Ну, и, конечно же, не забывали меня, самого вкусного ютубера, жирненького дядьку-бомбера, вот. Ну, и лайк поставьте, напишите комментарий, потому что я люблю, когда мне пишут комментарии, сердечки там всякое. Я их читаю, кстати, всегда читаю комментарии. Ну, а на самые первые, там, первые сутки я даже стараюсь отвечать. Давай, пока.